В эфире специальный выпуск программы «Кто хочет стать воспитателем в дополнительном образовании?». Сегодня мы узнаем, насколько хорошо педагоги знают тонкости воспитательной работы и готовы ли они, с учетом изменения нового законопроекта, принять на себя почетную миссию воспитателей дополнительного образования. Итак, в нашей студии команда Дворца детского и нынешнего творчества Выборгского района Санкт-Петербурга, а именно педагог Евгения Фредериксон и методисты Татьяна Кузнецова и Ксения Кармась. Мы начинаем. Добрый день, дорогие участники! Воспитание — это неотъемлемая часть дополнительного образования, его сущность. И сегодня мы с вами хотели бы обсудить важные вопросы воспитательной работы в формате нашей игры. Вас ждут три вопроса. В случае правильных ответов вы подтверждаете свой профессионализм в области воспитания юного поколения. Если же вы проиграете, наш дворец отправит вас на курсы повышения квалификации. То есть, в любом случае, так или иначе, как-то вы выигрываете. Напомню, у вас есть три подсказки. Звонок другу, помощь зала и 50 на 50. Все как в классическом формате. В своей работе педагог руководствуется дополнительной программой. Наш первый вопрос, конечно же, будет связанным не с ней. Ну, задачи воспитания и личностные результаты предусмотрены в каждой программе. И, по сути, они являются нравственными ориентирами образования по конкретной программе. Соглашусь с вами, поскольку в программе «Классический танец» воспитательным результатом является способность ребенка видеть взаимосвязь хореографии и кинематографа, изобразительного искусства, театра, музыки, способность быть грамотным, взумчивым зрителем, слушателем и талантливым исполнителем, уметь проектировать собственное будущее на основе полученных знаний. Да. На воспитание не ограничивается только постановка целей и задач. Оно ведь должно выражаться в методиках. Это и технологии коллективной творческой деятельности. Конечно, игровые. У нас в кейсе, например, представлен целый сектор таких средств. Хорошо тебя зарекомендовали проектные технологии. Одна из любимых моих стейк – это балетный навигатор, где они самостоятельно изучают дневнятые балетные локации Петербурга. Заметный воспитательный эффект встает семейное творчество, фестиваль совместных творческих номеров. Нельзя забывать и о поддержке индивидуальности. Для этого я разрабатываю образовательные маршруты с учетом индивидуальности конкретного ребенка. Отмечу, что особенность воспитательной работы также в том, что она дает отложенный эффект, поэтому важно грамотно подобрать средства оценивания воспитательных результатов. Чтобы педагогу понять, насколько ребенок знает ценности хореографического мира, мы используем традиционные методики, опросы, витарины, квизи. Изучить, как эти ценности включены в его ежедневную практику, нам помогают схему структурированного педагогического наблюдения. А вот принятие ценностей ребенка, наделение их личностных смыслов, можно распознать в самостоятельной организации значимых деятельностей и по отношению к выбору профессии, связанной с миром искусства. Тогда выбираем третий ответ. Это правильный ответ. Хорошо, стартовали. Давайте двигаемся дальше. Новый законопроект касается изменения основных программ по уровням общего, среднего, профессионального и высшего образования, не затрагивая при этом дополнительное. Как вы думаете, возможно ли интеграция основного и дополнительного образования в таких условиях? Вот варианты. А. Да. В случае единых требований со стороны законодательства. Б. Да. Возможно в любом случае. С. Да. Но возможно избирательно, только с общим, с высшим, так далее. И Д. Нет. Дополнительное образование должно иметь свой особенный путь развития. Дополнительное образование, конечно, имеет свой путь развития, но интеграция дает нам гораздо больше перспектив. Я думаю, вариант D нам не подходит. И точно не вариант А, так как большое преимущество дополнительного образования как раз-таки для его гибкости, отсутствия жестких единых стандартов и возможности максимально быстро реагировать на любые изменения. Я думаю, что вариант С избирательно нам тоже не подходит, поскольку мы сотрудничаем с различными организациями. Детскими садами, школами, колледжами, вузами. Я думаю, что с этим законопроектом качественно изменится именно наше сотрудничество с вузами. И поэтому предлагаю взять подсказку «Звонок другу» и уточнить мнение высшей школы. Вот они уже не справляются, но хорошо, что можно спросить эксперта на месте. Да, моя первая подсказка «Звонок другу» звоним представителям высшей школы из Герцогенского университета Ирины Николаевны. Несмотря на то, что в новом законопроекте федерального закона впрямую не содержится апелляция к системе дополнительного образования, мы четко совершенно понимаем, что программы дополнительного образования имеются на каждом уровне. Система образования Российской Федерации в высшем и в среднем образовании, и в основном общем образовании имеются данные программы. Для интеграции она не просто возможна, она необходима, ибо дополнительное образование — это сквозная линия, может быть, даже связующая звено многих моментов образовательных и, в первую очередь, конечно, вопросов с воспитанием. Наш ответ — «Б». Перспективы развития дополнительного образования мы видим в интеграции всех уровней образования. Условием такой интеграции должна остаться гибкость дополнительного образования. И, наверное, правильно, что этот законопроект не ограничивает его рамками под другие уровни. Тем более, что вопросы воспитания дополнительного образования закреплены в других документах. Ну, это правильный ответ. Вам помог ваш собеседник. Поздравляю вас. Вы уже почти на финишной прямой. Давайте двигаемся дальше. Сейчас о воспитании, конечно, много говорят. Точно-таки главный вопрос. Но ведь у каждого педагога, слушайте, есть какой-то свой стиль, свои методы воспитания. Какие вы видите перспективы в организации и поддержке педагогов в этом направлении? Нуждаются ли педагоги в методической, организационной, драмативно-правовой поддержке? И какой из механизмов, с вашей точки зрения, наиболее оптимален? А. Единый стандарт воспитания – это ГОС. Б. Своя рабочая программа по воспитанию у каждого педагога. С. Каждое учреждение должно выработать свой инструмент. И Д. Никаких. Они справятся самостоятельно. Как педагог, скажу безусловно, такой механизм нужен, чтобы расширить воспитательное пространство для каждого ребенка. Дать возможность для получения разного социального опыта. Такой механизм необходим не только детям, но и педагогам, чтобы выявлять эффективные технологии воспитательной работы, консолидировать лучший опыт и развивать воспитательные практики с учетом реальной сегодняшней жизни. А. Конечно. И в нашем дворце ведь уже реализуется такой инструмент. Это программа воспитания «Проспект Талантов», которая помогает нам в создании единого воспитательного пространства дворца, учитывая интересы детей, педагогов и родителей. И давайте возьмем под спасу дистанционную помощь залу, потому что лучше, чем сами дети. Об этом никто не сможет рассказать. Что же такое «Проспект Талантов»? Это пространство для творчества и общения. Множество активностей в нашем дворце, в которых ты можешь принять участие вместе с друзьями, педагогами и родителями. Участвуя в таких мероприятиях, ты сможешь постепенно открывать все новые и новые грани своего таланта. На всем протяжении проспекта и на пересекающих его улицах установлены знаки «Точки роста». На карте они отмечены синими булавками. «Точки роста» — это конкурсы, смотры, фестивали, акции, объединения, проекты, участвуя в которых ты сможешь прокачать свои навыки и огранить свой бриллиант быстрее других. При движении по проспекту можно сворачивать на любую улицу и выбирать любой маршрут. Можно останавливаться в любой точке и пробовать свои силы. Каждый имеет возможность выбрать из календаря событий те точки роста, которые для него наиболее привлекательны. Мы выбираем ответ «С». Каждое учреждение должно выработать свой инструмент поддержки воспитательной работы с учетом собственной специфики и ресурсов. И именно использование потенциала конкретного учреждения будет способствовать созданию условий для самоопределения и социализации учащихся в конкретном регионе. Для нас таким инструментом, такой находкой, стал проспект «Таланта». Я вас поздравляю, вы правильно ответили на все вопросы. Касаемо последнего, здесь, наверное, нет единственного верного, но с такой коллаборацией с ребятами ваш ответ оказался очень убедительным. Давайте подведем итоги. Теперь у вас есть возможность быть услышанными во всех предметах нашей страны. Я предлагаю вам прямо сейчас озвучить свою позицию, обоять всем этим вопросам всему педагогическому сообществу. Продукционно дополнительному образованию принадлежит идущая роль в воспитании подрастающего поколения. И сегодня это та сфера, которая аккумулирует в лучшую и открытую площадку для поиска новых, перспективных идей и решений. Интеграция всех уровней образования через воспитательную деятельность может лечь в основу обновления содержания программ дополнительного образования и стать индикатором повышения качества образования в целом. Безусловно, для успешного развития воспитания в дополнительном образовании необходимо наличие действенных инструментов поддержки воспитательных инициатив педагогов, например, программы, схемы, системы, пространства и другие. Мы считаем, что такие инструменты должны быть разработаны учреждениями самостоятельно с учетом максимального использования их возможностей. Блестящий! Какой прекрасный экспертный состав у нас тут сегодня собрался. Спасибо! С вами была команда Дэвид Выборгского района и программа «Кто хочет стать воспитателем в дополнительном образовании». Меня зовут Олег Мушков. До свидания!